Медвежегорский район, урочище Сандармох, 80 лет после начала большого сталинского террора. Вилгаврилов сын репрессированного руководителя Соломинского лесозавода. За что именно расстреляли отца, неизвестно. В 1937 году, в октябре месяце, за ним ночью приехали, его этапом в Медгору. И вот в этих местах замкотчилась его жизнь. Ну, все пережито. В моих стихах есть творение. Не допускай нам к сердцу чувство мести, и пусть не повторится Сандармох. По последним данным историков, здесь, в урочище Сандармох, в годы сталинских репрессий были расстреляны более 8 тысяч человек. Среди них представители науки, искусства, общественные и религиозные деятели со всего Союза. Из Татарии, Удмуртии, Украины, Белоруссии, Кавказа, Поволжья. Захоронение обнаружили в 1997 году, открыли мемориальное кладбище и учредили День памяти. Его приурочили к 5 августа, дате начала в 1937 году первой и самой массовой операции НКВД периода Большого террора. Теперь ежегодно сюда приезжают родственники расстрелянных из разных городов и стран. Сандармох посещает и официальные делегации. В этом году приехали из Литвы, Польши, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Украины и США. Однако собравшиеся не увидели высокопоставленных чиновников карельского правительства. Приехали только депутаты республиканского парламента. Мы помним, что человеческая жизнь самая бесценная и что на самом деле люди, которые здесь были расстреляны, они были расстреляны по каким-то надуманным причинам. Слава Богу, что жива человеческая память. И то, что люди приезжают со всех уголков мира сюда и знают, помнят своих предков, мы с вами должны сегодня помнить о том, что в любой момент это может повториться. Депутат выразила опасение, что сейчас не все хотят помнить эту историю. Некоторые пытаются ее переписать и напомнила слова президента России Владимира Путина, который еще три года назад на встрече с учеными предостерегал от попыток переписать историю. Ирина Петеляева призвала сделать все, в том числе и на законодательном уровне, чтобы не допустить повторения событий 30-х годов.